Сергей Борисович, Вы в предыдущих наших беседах говорили о том, что есть несколько горизонтов введения военной операции. И если мы переходим 42 дня, условно говоря, то следующий горизонт это 100 дней, ну и так далее. И в связи с этим вопросом, поскольку 42 дня мы уже перешагнули, возникают новые события. Как Вы видите изменения текущего кризиса вообще? С моей точки зрения, за эту неделю про ИНУ, которую мы с Вами не встречались, произошло много событий. Настолько много, что об этом сейчас нужно будет поговорить совершенно отдельно и подробно. Во-первых, действительно, мы прошли границу 42 дня. Кстати, видимо, ну не знаю, нас ли слушают или просто у всех одна и та же военная теория, теория ритмов, возможно, и то, и другое. Но у нас тоже как-то не очень официально было сказано, что вот за 42 дня мы завершили первый этап операции, и теперь начинаем второй. В действительности случилось гораздо большее за эти дни, вот за эту неделю. Во-первых, окончательно определилась география и геометрия конфликта. Изначально было понятно, что это не конфликт России и Украины. Не говоря уже о том, что в рядах российских вооруженных сил немало украинцев, этнических, естественно, а в рядах украинских вооруженных сил еще больше этнических русских. Ну, это не только касается, я думаю, вооруженных сил, где-то были интересные примеры, на самом деле, насколько мы перемешаны. И, кстати, какой вклад в это вносит советское направление на местодеятельности. То есть, люди, которые обучались еще в то время и были просто распределены по Советскому Союзу, оказались в России или на Украине, и остались там и делают свой вклад в то, что происходит сегодня, будучи при этом этнически, условно, русским или украинцем. Ну, это, в принципе, с 18-го столетия шло, в 20-м, конечно, ускорилось. И с этой точки зрения, во-первых, нужно иметь в виду два момента, они оба важны и немножко различны. Момент первый. Очень похоже, что мы сейчас имеем дело в значительной мере с гражданским конфликтом, идущим внутри одной нации, но стороны конфликта занимают достаточно разное положение. Это момент значимый, существенный, и прежде всего он чрезвычайно важен с военной точки зрения. Мы когда-то говорили о том, что у гражданских войн есть одна особенность, можно даже сказать, один недостаток. В каком плане? Если у вас нормальная, настоящая гражданская война, то, как правило, у вас сражаются войска, имеющие очень близкий уровень подготовки. Будет ли это Рим, когда легионы дерутся с легионами, гражданская война, например, Юлия Цезаря и Помпея? Будут ли это Соединенные Штаты Америки, где дрались войска одинакового уровня подготовки, возглавляемые офицерами, обучающимися в одном учебном заведении? Было ли это во время войны 18-20-го года на территории России и Советского Союза? Или происходит это сейчас в вроде бы межэтническом конфликте России и Украины? Мы имеем одну и ту же проблему. Равные по подготовке войска со сравнимым уровнем вооружения с примерно одной и той же изначальной военной теорией. А это означает, что либо этот конфликт будет продавливаться грубой силой, ну то есть одна из сторон сильнее и в конечном счете задавит вторую, либо здесь очень многое будет зависеть от таланта командира. Ну собственно, когда мы изучали войну в Риме, было как рассказано, что практически всегда, кто считает это как альтернативную историю, там базовый вариант взаимное истощение и быстрое ослабление Рима как государства, переход востока в руки Парфии, восстание в провинциях, несколько Римов и так далее. И чтобы случилось не так, нужна была дикая карта. Нужен был Юлий Цезарь, который был способен с легионами побеждать легионы, получив явную победу, а не вымученное преимущество по очкам. Вот сейчас очень важный вопрос. Кто из военачальников враждующих сторон окажется здесь таким талантливым командиром, который сможет побеждать равных? Либо в противном случае лишь будет идти исключительно о силовой победе. Крайне невыгодной обеим сторонам. При этом, смотрите, здесь есть и еще одна сторона дела. Говоря о том, что этот конфликт гражданский, мне очень важно понять о гражданский конфликт между кем и кем, между чем и чем. Это ведь тоже очень интересный вопрос. Потому что, когда я смотрю на то, что сейчас происходит на Украине или в Украине, я все время вижу там столкновение совершенно других сил. Не российская армия с ВСУ или нацбатами. Я вижу столкновение национального государства с конструкциями вне национального управления. Иными словами, иногда мне кажется, что на полях Украины разворачивается конфликт между американскими глобалистами, ну, например, собственно говоря, Байден и вообще демократическая партия, Клинтон в еще большей степени, и американскими антиглобалистами. Я не имею в виду, что мы боремся за интересы той или иной стороны в Украине. Я говорю о другом. Вот этот конфликт, конфликт глобального мира и национальных, локальных миров, сейчас является жестким и структурообразующим. И проекции этого конфликта падают на самые разные точки земного шара. И я боюсь, что Украина первый пример этого конфликта и далеко не последний. Но ведь получается очень удивительно. Украинская риторика, она как раз состоит в том, что они нации борются за свою независимость. Насколько я понимаю, вы как раз имеете в виду обратное. Потому что все-таки и присутствие некоторых, так сказать, представителей военной касты, и некоторая поддержка, ну или как и по крайней мере там риторика об этом, она за их спиной имеется. Вот в этом плане Россия же все-таки в современной истории не претендует на глобалистское управление. Мы все-таки формируем региональный блок. А Россия и не претендует на глобализм. Почему? Я, например, глубоко убежден, что этот конфликт не случился бы, останется Трамп президентом в США. Не в том плане, что Трамп является другом России, он им точно не является. Но в этом случае Америка не пыталась бы, поскольку это противоречило бы интересам республиканской партии, она не пыталась бы создать новую модель глобального управления с включением в это управление ряда территорий. Да, мы с вами это разбирали. Что, собственно, и происходит сейчас. И здесь Россия выступает как локальность, как стремление уйти от глобализации. А уйти от глобализации можно, лишь обеспечив себе определенный горизонт, определенный макрорегион. Что касается ситуации Украины, вот тут-то почему я говорю о том, что это все гораздо сложнее, чем кажется? Смотрите, Россия, безусловно, является субъектом этого конфликта. Она ведет боевые действия, она ставит цели. К сожалению, эти цели либо не объявляются, либо они до конца еще не вполне известны. Об этом мы, наверное, чуть позже с вами поговорим. Но во всяком случае она выступает с субъектной позицией. Ситуация Украины чрезвычайно интересна. Я более или менее понимаю ее следующим образом. Некоторые важные части, важные элементы украинской территории либо оккупированы, либо являются зонами боевых действий. В стране достаточно сильная нехватка всего, прежде всего, горючего. И оно понятно, собственно говоря, по причине относительного, но заметного господства в воздухе России. В этих условиях, в общем и целом, проблемы пассивной чрезвычайно затруднены. Финансовое положение, чтобы мы не говорили о тяжести финансового положения России, финансовое положение Украины значительно хуже. А в этих условиях встает вопрос о продолжении боевых действий, насколько в интересах Украины, украинского населения, даже хотя бы украинского правительства, даже хотя бы президента Зеленского. И, в общем, мы приходим к выводу, что когда страна находится в таком катастрофическом экономическом положении, нужно думать о форме выхода из войны. И это нужно сделать побыстрее. Потому что, если война затянется до осени, то оказать Украине продовольственную энергетическую помощь будет крайне сложно, даже если такое желание будет хоть у России, хоть у Запада, хоть у того и у другого сразу. То есть, это может привести к очень существенным потерям. Совершенно понятно, что украинские военные, у которых совершенно нормальная подготовка, та же, что и у наших военных, все это прекрасно понимают. И при этом они продолжают боевые действия, явно ставля задачу затянуть их как можно дальше. Встает вопрос, если это точно не в интересах Украины, то тогда в чьих это интересах? И вот тут и встает ситуация, что глобальное управление при распаде глобализации, а глобализация уже распадается, отсюда никуда не деться ни демократам, ни республиканцам. И для Байдена это уже такая же данность, как и для Трампа и для Путина. Но при этом сторона, которая выступает за глобальное управление, будет стараться сделать как можно больше разрушенных серых зон в мире. Потому что разрушенная серая зона – это пространство, где глобальное управление может быть организовано, построено и сделано. Оно будет работать. Вернее, это будет не глобально управлено. Это будет зона глобальной эксплуатации данных территорий. И вот тут мы приходим к очень интересной ситуации. На полях Украины ведет борьбу регионализм. Его представляет Россия. И глобализм. Его представляет Запад. Возможен ли регионализм – большой вопрос. Глобализм в его прежней форме обречен. Но вполне может возникнуть новый глобализм. Глобализм серых зон и полуоккупированных, полуразрушенных территорий. На самом деле выгодно ли глобализму поддерживать и эксплуатировать эти серые зоны? То есть, как я понимаю из вашего высказывания, он может обеспечить разрушение, но совершенно не сможет обеспечить помощи этой территории в случае ее нужды. Давайте я этот вопрос подвешу, поскольку, мне кажется, связан с гораздо более широкой рамкой, которой мы еще просто пока не коснулись. Ну, в принципе, вы, конечно, правы, но боюсь, что здесь нужно включить немножко другую логику. А я пока хотел сказать следующую ситуацию. И вот тогда, если вот тот расчет, который мы сейчас с вами сделали, является более или менее точным, то тогда получается следующее. Россия, безусловно, субъект войны. Украина в этой ситуации субъектом войны не является. Есть даже сомнения в том, что она объект войны. Пока больше оснований считается ее полем войны. Или в этой ситуации получается совершенно другая схема. Воюет глобализм и антиглобализм. Глобализм ассоциирует себя с Западом, или Запад ассоциирует себя с глобализмом. Россия ассоциирует себя с регионализмом. С этой точки зрения многие страны мира не готовы присоединиться к Западу и боятся присоединиться к России. Это положение неустойчивое, оно далее будет менять, зависит от того, какая из сторон продемонстрирует свое преимущество в этом конфликте. Но в любом случае тяжела ситуация Украины. Она тяжела в том, что проиграет ли Украина военную часть компании. Или даже каким-то образом ее выиграет. Поговорим потом с вами о том, какие там шансы и какое положение на фронте. Но она оказывается серой зоной в любом случае. В случае победы России она серая зона, которую Россия будет пытаться обустраивать как часть своего макрорегиона. В случае победы Запада она серая зона, которую глобальный Запад будет перестраивать как один из источников ресурсов. В основном, кстати, скорее всего человеческих, а не каких-то еще. В любом случае, как игрок она здесь не выступает. И с этой точки зрения разговоры о том, будут ли идти переговоры между Россией и Украиной. Как они будут идти, на каких основаниях. В некотором плане это все уже не очень важно. Если вторая сторона не является субъектом, она по сути не может вести переговоры. Но если вторая сторона не является субъектом, то и первая по сути тоже не может вести переговоры. Поскольку в общем-то не с кем. И вот тут мы как раз и перейдем к вашему вопросу гораздо более широкой рамки конфликта. За эту неделю произошло еще одно очень важное событие. Вернее, это нельзя назвать событием. И даже, наверное, не точно сказать, что оно произошло. То, что происходило шесть недель, просто в эту неделю очень четко выразилось. В каком-то изменении и с психологией сторон, и с заявлений сторон. Я имею в виду, что война или конфликт, или спецоперация, выбирайте любое слово. И конфликт между Россией и Западом начался, как начинаются конфликты всегда. Это был обычный конфликт за интересы. Причем надо заметить, что обе стороны выступали здесь в старой имперской логике за геополитические интересы. Они, правда, были разные. Для России это геополитические интересы по созданию макрорегиона и обеспечению какой-никакой, но зоны относительной безопасности. Для Запада это было наличие плацдарма, очень близкого к центру России. И получение определенных преференций из консолидирующегося вокруг этого конфликта европейского региона. То есть, первоначально все нормально. Региональный конфликт интересов. Где-то через первые уже несколько дней, ну, по крайней мере, через неделю или вторую после начала конфликта, произошла первая опасная эскалация. А конфликт интересов перешел в конфликт идентичностей. В чем разница? Ну, у конфликта интересов всегда есть цена. Причем это нормальная цена, выраженная вполне себе в деньгах. Если стоимость конфликта начинает превышать цену, собственно, вопроса конфликта, он заканчивается. Поскольку становится откровенно невыгоден. Здесь та же самая ситуация, что в любом бизнес-конфликте. Понятно, что если вы конфликтуете с каким-то конкурентом там за некий заводик, который вы хотите, и он хочет. То у этого завода есть цена. И если конфликт становится в разы дороже этого завода, естественно, проще прекратить его. В конфликте идентичности ситуация совершенно другая. У конфликта идентичности нет цены. Это означает, что в данном случае победа или поражение гораздо более важная вещь, чем соотношение полученного убытка или прибытка к затраченным ресурсам. То есть, это как раз тот случай, о котором говорят, мы пойдем, а не на такие жертвы, что бы. Здесь же своих не бросаем, и все, что вокруг этого, строится с обоих сторон конфликта. Конфликты идентичности, они уже довольно опасны, поскольку, в общем, трудноуправляемы. Но у конфликта идентичности есть одно принципиальное достоинство. Идентичность требует, чтобы ты оставался в живых. Иными словами, конфликтовать здесь можно до смерти, но не дальше. А отсюда конфликты идентичности заканчиваются в тот момент, когда у одной из сторон или у обоих сторон возникают реальные шансы в ходе этого конфликта погибнуть. И они становятся выше некоторого исходного значения. У каждой нации, здесь у каждого культурного кода свой порог. Но есть этот порог у всех. Начиная с какого-то момента, конфликт идентичности перестает быть возможным, поскольку дальнейшее развитие событий становится слишком уж опасным. Так вот, в эту неделю конфликт вышел на следующий уровень. Теперь конфликт России и Запада уже не конфликт идентичности. Теперь это конфликт антологии. Конфликт картин мира. И эти картины мира взаимно несовместны. Или выразимся более аккуратно. Стороны уже считают их взаимно несовместными. Это означает, что совершенно не имеет смысла все разговоры относительно того, выгодны санкции Западу или они для Запада не менее опасны, чем для России. Если у вас речь идет о конфликте антологии, о конфликте картин мира, то здесь не только деньги вторичные и никому не важные. Здесь уже и жизнь является вещью вторичной. А идентичность менее значима, чем жизнь. Антология, картина мира, как правило, базирующаяся на трансцеденции, на представлении о небе и небесном, важнее жизни. Для очень большого количества людей. А это означает, что конфликт действительно становится исключительно серьезным. И в этом плане мы сейчас уже можем смело говорить о том, что этот конфликт имеет, ну, может быть, назван, проявляется, как, выбирайте опять любое слово, нормальная мировая война. Где сталкиваются будущие. Из обоих сторон имеет место быть футуроцит. То есть будущее противника, как и его настоящее, считается неприемлемым. Вообще само существование этого будущего. Картина мира противника считается неприемлемой. И это делает возникшую ситуацию сейчас в мире, я не скажу опасной. Я скажу, что она более опасна, чем все, что было в ходе холодной войны. Не исключая Карибского кризиса. Не исключая любого другого кризиса, который был с 1946 по 1991 год. Если вы говорите, что это антологическая война, и жизни здесь уже не так важны. И мы понимаем, что Россия как субъект ситуации, она все-таки участвует там своими жизнями. Участвует ли Запад своими? Отвечу на этот вопрос так. Во-первых, да. В том плане, ну вот сейчас, собственно говоря, идет важное сражение, заканчивается за Мариуполь, за Азовсталь. В общем-то, существует очень обоснованная точка зрения, что столь активные боевые действия, колоссальная активность западных дипломатов в это время. Тема связана, что есть большие шансы обнаружить значительное количество западных советников, которые в данной ситуации окажутся в очень уязвимом положении, поскольку они, в общем, фактически оказались в положении наемников, юридическом положении. Они не являются формально военными советниками, значит, они наемники. А это граждане в основном Франции и Великобритании, по крайней мере, так считается. Ну, скажем так, как бы это грубо ни звучало, это не приближается к цифрам, которые должны были быть значимы для этих культурных кодов. Но это пока и не приближается. Смотрите, пока Запад имеет возможность воевать руками украинцев. Но то, что сейчас говорится, уже риторика Запада относительно потерь, относительно будущего ущерба, относительно будущих перспектив, уже сейчас речь идет о том, что Запад еще не вступил в эту войну людьми, но он уже к этому внутренне готов. То есть, пока он будет беречь жизни своих людей, но то, что ему придется их тратить, он уже понимает сейчас. Ну, тут нужно, наверное, тоже делить Запад и Запад. Запад и Запад. Потому что, конечно, Европа участвует жизнями своих простых граждан, их не нужно никуда посылать для того, чтобы как минимум просто ухудшить их уровень жизни. Так я говорю, об этом уже сказано совершенно открыто, что это будет, что здесь нет никаких вариантов, и это все равно придется делать. И это уже заявлено. Более интересно другое. Было дано заявление, как всегда Борреля, о том, что исход этой войны решится в столкновении на полях Украины. Это очень необычно. Во-первых, а что в этом странного? Ну, во-первых, на самом деле Запад пока формально в войну-то и не вступил. И с этой точки зрения военная риторика Борреля не вполне очевидна. Более интересно другое. Стандартная схема Запада – это экономическое давление, говоря нашим с вами языком, война Афины. Но Боррель четко говорит о войне Ареса, о конкретном военном столкновении на просторах Украины. И с этой точки зрения возникает интересное ощущение, что Запад готов поставить все на карту большого сражения, которое должно будет произойти буквально в ближайшие недели. И это очень любопытно, потому что никогда раньше у страны Европы, я сейчас говорю о европейском подходе, здесь даже не трогаю американцев, которые, кстати, неоднократно сказали, что американских солдат там не будет. Европа собирается вести борьбу на крайне выдвинутой на восток позиции. Для Европы это крайне выдвинутая на восток позиция. Вести войну Ареса. Вести ее со страной, которая традиционно в этом формате войны достаточно сильна. Это означает, либо что Европа полагает Россию уже побежденной и считает, что ее силы уже измолоты в этом конфликте, и шансов у нее мало. Очень сомнительно. Это возможно, но это сомнительное утверждение. Либо же, что уровень военного энтузиазма, а тем самым уровень ненависти и напряжения конфликта в Европе стал зашкаливать. Настолько, что Европа готова совершить с точки зрения ее военной доктрины серьезнейшую стратегическую ошибку, ввязавшись в сражения фактически на условиях противника, то есть на далеко выдвинутом плацдарме, достаточно плохо контролируемым в очень сложной ситуации для себя. Но, опять же, насколько они готовы туда кого-то на самом деле посылать? Смотрите, пока они вряд ли пошлют реальные вооруженные силы, но, смотрите, опять же, я ведь не случайно сказал об антологическом конфликте и о ситуации, которая хуже, чем при Карибском кризисе. Это означает, что мир балансирует на грани применения все более и более серьезного оружия. Причем обе стороны, похоже, готовы к дальнейшей эскалации кризиса. Это касается и российской, и западной стороны. Еще раз, стороны кризиса – Запад и Россия. Запад не вполне однороден, есть Запад и Европа, есть Запад, Соединенные Штаты, а среди Европы есть отдельная Венгрия, есть отдельная Скандинавия, которая, безусловно, имеет проевропейскую позицию, но точно не хотела бы получить серьезный ядерный конфликт по поводу интересов Украины в этой ситуации. Поэтому, конечно, Запад не вполне однороден, Россия, впрочем, тоже не до конца однородна. Но то, что сейчас ситуация очень неустойчива, и, смотрите, в начале конфликта мы еще слышали достаточно жесткие заявления НАТО о том, что они будут оказывать Украине любую военную помощь, но не будут воевать, то есть не будут посылать свои войска. Но вот высказывание Боррель и то, что говорится сейчас, это можно понять как то, что данную позицию они уже готовы сместить. Причем, скорее всего, начнется все с посылки добровольцев, а добровольцев вербуют уже сейчас. И, кстати, не только в Европе, надо заметить. После чего мы можем иметь в виду и реальный конфликт с НАТО. Поймите, здесь ведь ситуация очень понятная. Россия хочет для себя решить украинскую проблему и обеспечить себе какой-никакой макрорегион. В возникшей ситуации Европа хочет решить для себя русскую проблему. Любой ценой. Обеспечив себе хорошее возможности для эксплуатации Евразии, которое им в дальнейшем крае не понадобится. И вот здесь мы можем оговорить, что у нас с одной стороны конфликт антологий, а с другой стороны жесткий стратегический конфликт, конфликт стратегических интересов. По конфликту антологий. Невооруженным глазом видно, что стороны видят будущее, в котором второй стороны нет. Вот это, собственно, и есть конфликт антологий. Россия для себя не приемлет того толерантного мира, в котором Папа Франциск снимает с себя крест, приезжая на Мальту, дабы не оскорблять оказавшись на Мальсе мусульман. Для России этот тип толерантности, а толерантность к иным религиям, толерантность к сексуальным перверсиям в принципе считается как вариант будущего недопустимым. Для Запада жесткое отношение России к ЛГБТ жесткое отношение России и ее позиционирование в себя как христианской страны, вообще представление о том, что христианская картина мира, религиозная картина мира в широком смысле этого слова, в России не только христианская страна, она значима, и она будет существовать и дальше, также является абсолютно неприемлемым. То есть, здесь безусловно сталкиваются именно картины будущего, в которой второй стране нет места, если она только полностью не сменит свой культурный код и не согласится не просто на капитуляцию, а на капитуляцию с изменением картины мира. Кстати, хороший пример – это Япония после 1945 года. Там, собственно, именно это и было сделано. То есть, вопрос был не просто в капитуляции Японии, а в фактическом уничтожении самурайского сословия, японского милитаризма, а тем самым и японской картины мира. При Японии осталась держава, осталась великой страной, но эта страна совершенно другой картины мира и с другим культурным кодом. Если мы будем делать этот анализ, Япония, конечно, будет страной, у которой культурный код сломан. Вот, в общем-то, об этом сейчас идет разговор. Что интересно? Интересно то, что возникшая ситуация оказалась похожа, как ни странно, неожиданностью для испринимающих решения с обоих сторон. Это принципиально, это важно, это интересно. Что я имею в виду? Вообще-то, ни Россия, ни Запад свои требования, свои интересы, свою позицию в отношении антологического конфликта толком не заявили. И, похоже, не готовы ее заявить. Не в смысле, что позиции нет, а в смысле того, что возникшая ситуация слишком неожиданна, сказать что-то просто так в этой ситуации нельзя, нужно хорошо думать. А на эту тему, как вот свою позицию по картине мира озвучить, как с ней дальше работать, как сделать ее частью стратегии, это просто вопрос, который никогда до этого не ставился, наверное, даже и считался невозможным. А теперь он возник сам собой. Вот это вот та эскалация, которая произошла. И с этой точки зрения и высказывания Борреля, и поездка при канцлера Австрии, и его жесткие заявления после этой поездки, и жесткие заявления Путина канцлеру Австрии, все это идет в данную логику. Но смотрите, это одна логика, а есть еще и вторая. Продолжение следует...